всем привет сегодня речь пойдет немного о кактусах немного о литопсах и конечно же о зимовке эпифилуму а также о помощи моему каналу дорогие зрители если вы хотите помочь мне то пожалуйста подпишитесь просто подпишитесь и поставьте лайк толстый жирный лайк и напишите комментарий если вы найдете на это минутку времени а больше никакой помощи мне не надо на ваши вопросы я отвечаю по ссылке стоят у меня в шапке канала там в одноклассниках фейсбуке в контактах вопросов очень много бывает и не всегда я нахожу время на ответы к сожалению у меня очень много своей работы семья дети и животные и конечно же мои кактусы сегодня поговорим немножко о эпифиловом я расскажу как они у меня зимуют у многих подвал ассоциируется с какой-то темной ямой без окон и без света у меня очень большое окно и даже есть жалюзи но я не опускаю и стараюсь держать при открытом окошко круглый год за исключением когда наступают уже сильные холода сейчас у нас уже глубокая осень и я перенесла свои листовые кактусы эпифилум и как правильно их называют перенесла их на зимовку в подвал сейчас покажу вам цветение начинается у эпифилума аккермана вот у него бутоны пошли и еще много вот таких вот пушистиков как вы видите это уже зачатки бутонов последующего времени здесь они у меня стоят при температуре 10 11 градусов плюс 10 11 вот розовый будет зацветать и также я видела еще и на других эпифилумах бутоны но сейчас не буду их искать также у меня зимует здесь алоэ вот обыкновенные алоэ также зимует мое ядовитое деревца кто смотрит мой канал кто наблюдается то затем как я выращиваю свои растения он знает и о моих растениях и хорошо знаком с ними также здесь у меня на зимовке кала я уже ее не поливаю вот такая вот красивая кала свела в этом году очень красиво и дала мне вот такие вот семена посмотрите какая прелесть две бульбашки такие с семенами потом когда листья сами отомрут я их тихонечко выброшу вот эти желтые листочки так вернемся к эпифилумом и здесь они у меня стоят также здесь насыпан у меня в разные емкости кактусный субстрат вот так как в этом году я заказывала очень много и вот так они без полива зимой я поливаю их раз в месяц буквально в каждый горшочек даже вот допустим вот здесь большой горшок я тоже полью две ложки воды вот здесь маленький горшок возможно раз в месяц одну ложку воды здесь также зимует у меня вот такой вот эхиднопсис суккулентик рипсолидопсис также и еще зимует у меня здесь вот такой вот рождественник он просто огромен и как вы видите присмотритесь он набирает полностью бутоны к сожалению в квартире у нас тепло и ну как сожалению это к радости но для таких цветов нет места и он настолько огромен когда зацветает я его тогда выношу ставлю на центральный стол где мы пьем кофе чай и тогда мы любуемся немножечко хотя ему для хорошего цветения хорошо было бы постоять где-то в подъезде на ступеньках там где прохладно но так как в подвале его никто не видит хочется показать такую красоту и мы тогда забираем его ненадолго к себе в зал а летом он стоит просто на солнышке у нас саду вот эпифилумы зимует у меня значит с октября где-то с конца октября а еще нет да где-то с конца и до начала марта где-то я смотрю уже по их состоянию если все нормально на улице более-менее тем более у меня есть теплица понимаете тут совсем другое если у вас нет теплицы нет подвала вы можете просто картонными коробками из-под обуви вырезать там и обгородить немножечко от батареи чтобы устроить какую-то хотя бы хоть чуть-чуть зимовку и не сильно поливать его зимой несмотря на то что у вас будут батареи работать до жарить немножечко в щадящем режиме поливать ваши эпифилумы тогда они тоже перезимуют хорошо более-менее не так конечно как у меня устроена все плюс 11 плюс 10 это же дадут вам хорошее цветение посмотрите вот этот эпифилум бони уже с такими пушками стоит листья просто налились шикарные после лета и вот они вот так зимуют друзья давайте коротко сходим в теплицу я вам еще покажу кое-что о моих кактусах мои черепахи тоже уже на зимовке они уже не ели две недели вот так вот они здесь отдыхают наверное до конца февраля начало марта и только потом я уже их буду вынимать по чуть-чуть когда солнышко давать им возможность погулять и потом снова в коробочку до тех пор пока ночные температуры не установятся и черепашки спокойно смогут гулять и ночами тоже оставаться на улице так как нужно беречь черепах чтобы не случилось воспаление легких воспаление легких как известно очень тяжело лечиться и если черепахи заболеет то нам придется колоть антибиотики а это друзья как вы знаете лучше посмотреть хорошо со своими животными чем потом потратить энное количество денег на их лечение кактусы зимуют опунция уже вот это опунция она у меня зимнестойкая но я в этом году так как она недавно приобретенное растение оставила здесь мне не к спеху пускай отдыхает вот так вот все выглядит у меня на зимовке здесь тоже опунции когда уже сильно подсохнут у них опускаются ушки и выглядят они такие довольно смешными опунции также хорошо идут на подвои можно на них прививать кактус и кому интересно вот может быть в конце февраля я обрежу некоторые ушки у них и на ножом нарежу на длинные полоски подсушу укореню и буду пользоваться со временем подвой мы также вот смотрите друзья допустим вот этот кактус вот это длинная что выросла это тоже можно обрезать и использовать как подвой на на какие-то более ценные другие как вот несмотря на то что уже можно сказать уже холод собачий на улице но все еще цветут кактусы все еще цветут раскрываются и радует меня вот такое у меня сегодня интересный разговор о эпифилумах немножко о кактусах я надеюсь что мое видео вам понравилось помощь каналу вы можете оказать своей подпиской я буду вам очень благодарна подписывайтесь будет еще много интересного до свидания